ой my room добро пожаловать наш вен ну наконец-то привет выходите и в итоге здесь есть кухня холодильник и даже душа здесь есть все как полноценном доме меня зовут серёжа раньше я занимался кино и рекламой а теперь я строю дома на колесах а меня зовут оля и до этого работала сфере travel и делала путешествие по транссибирской магистрали а теперь я путешествую доме на колесах а сейчас мы расскажем вам о том как мы решились построить свой дом на колесах погрузили систему в онлайн и прожили в нем уже больше полугода в нашем вене около 17 кубометров то что изначально это был просто грузовой автомобиль но по факту 8 квадратных метров когда мы решились его купить тут не было ничего не окон не люков не вот такого прекрасного панорамного окна естественно не салоны интерьера и всего этого технического оборудования которые здесь понапиханы и в итоге здесь есть две спальных зоны горячая холодная вода кухня холодильник и даже душ собственно здесь есть все как полноценном доме и поэтому мы можем ездить долгосрочные путешествия в общем давайте начнем наш вентур а когда мы решили покупать себе фургон мы начали выбирать какой именно купить и в какой-то момент мы поняли что нам нужен самый длинный и самый высокий и желательно высокий по клиренсу чтобы он мог ездить по разным дорогам в том числе и в россии и тогда я поехал в германию и купил вот эту машину она 2014 года и и было с пробегом 270 тысяч километров купили мы ее за 8000 евро нам даже сделали скидку итоговая цена была 7500 мне кажется она идеальная для наших путешествий мы конечно могли купить готовый дом на колесах но нам хотелось сделать что-то уникальное именно под нас поэтому мы решили что будем строить его сами мы были очень наивны и потому что на самом деле это оказалось очень сложным и вам мы строить самим не рекомендуем поэтому если вы захотите свой дом на колесах обращайтесь к нам потому что мы теперь профессионально занимаемся постройкой домов на колесах длина автомобиля 7 метров грузоподъемность до трех с половиной тонны это значит что может можно им управлять с обычными правами категории b как легковой автомобиль но это все технические мелочи пойдем на самом деле вовнутрь пойдем так это наш прихожая вот здесь мы снимаем обувь на этого у нас не было такой тряпочки но из-за того что мы ездим и зимой в том числе иногда бывает грязно стало очень удобно потому что там оставляется обувь и можно проходить в гостиную и отдыхать на диване здесь мы сделали вешалки а за этой стенкой скрывается огромная ниша над водительской зоной куда можно запихать все ненужные такие антресоли да здесь собственно кабина и иногда можно это открывать для дополнительного света но обычно мы держим ее закрытой чтобы было ощущение что мы находимся действительно в другом пространстве и в нашем доме при строительстве мы хотели выдержать все в таком минималистичном и скандинавском стиле чтобы у нас были светлые тона и использовались натуральные материалы к примеру вот это ангарская сосна в отделке кухни мы используем натуральный дуб в общем здесь нету никакого пластика и все такое классное это в целом не типично для домов на колесах потому что очень часто используются какие-то материалы не совсем натуральные но это было тоже один из наших критериев которого мы придерживались при постройке единственный материал где нам пришлось пойти на компромисс это линолеум на полу хотя правда не все сразу догадывается что это линолеум но из-за того что мы ездим на фургоне круглый год и линолеум это очень практичный материал который можно легко мыть убирать и не все материалы дерева могут выдержать перепады в температуре моя отдельная гордость это потолок сделан таким образом в основании крашеных черный цвет лист двп затем черные рейки и сверху планки из липы и благодаря всей этой структуре создается такой объем и между планкой мы поставили классный цвет на все это стало возможно потому что высокий потолок 2 и 1 метра и можно стать полный рост заниматься йогой по утрам под диваном у нас большое место хранения туда влезает два больших чемодана и один маленький чемодан также здесь у нас полка для хранения вещей и при этом диван этот превращается в большую двуспальную кровать 180 на 130 такой свой уют и конечно же если мы стоим в красивом месте отсюда прям потрясающий такой вид панорамного можно сказать окна когда нам кстати летом путешествуем у нас специально тут есть такая сеточка этот комаров и мы ее крепим с помощью магнитов вот здесь деревяшку тоже зашиты магниты и мы можем ее таким образом прицепить так еще и комары не лезут в салон передней и задней части у нас установлены и люки которые открываются и в одном из них установлен вентилятор для того чтобы можно было сделать циркуляцию воздуха и фургон не было душно из прихожей и мы идем дальше пропускаем пока самое интересное местечко попадаем на кухню здесь у нас как на любой кухне есть полноценный холодильник котором я надеюсь есть много еды да это правда на самом деле интересно то что этот холодильник умеет работать от газа от 220 вольт если вы подключены к розетке и от бортового питания тут у нас есть много ящиков которых мы храним разные вещи например первый ящик где у нас много вилок ложек и всего того что нужно для еды на самом деле фишка еще вот в чем что когда делаешь кухню в доме на колесах очень важно чтобы ящики не выдвигались когда ты едешь и мы несколько месяцев потратили на то чтобы разработать систему крепления ящиков чтобы они сами по себе не выкатывались на ходу туши это конечно ужасно так как мы часто путешествуем по европе у нас целых два мусорных ведра чтобы можно было разделять мусор здесь у нас один вид отходов а здесь другой и вообще многие когда начинают строить первые свои дома на колесах думаю что окей поеду в икея куплю готовую кухню поставлю типа все вопрос закрыт на самом деле это не так потому что размеры либо она слишком огромная либо она слишком узкая там всего лишь два размера глубины плюс кухня очень тяжелая то что сделано из дсп а здесь важен каждый килограмм потому что если ты превысишь вес 3,5 тонны то все ты не имеешь права ездить на машине вот и даже здесь мы решили сделать столешницу из дуба но она сделана таким образом что это не сплошной огромный толстый мебельный щит а на самом деле это тонкие тонкие ламельки поставлены на каркас поэтому вот эта вся история весит очень очень легко то есть мы все время думали про вес можно обратить внимание что тут нет встроенной плиты это мы сделали специально потому что хотели попробовать попутешествовать с такой я тебе говорю мы путешествуем с таким переносным переносной плиткой и это нам позволяет готовить еду хоть здесь хоть на улице хоть на столе например ведь у нас включается точечный свет и иногда это очень удобно особенно по вечерам когда ты готовишь или что-то делаешь а вот это эти дырочки это вентиляция холодильника потому что он такой специальный кемперовский сложный холодильник ему обязательно нужна вентиляция чтобы он максимально эффективно работал и обычно в нем температура около 3 градусов что позволяет покупать еду в проб как обычно как дома то есть мы ходим магазин обычно раз в 3-4 дня вообще все как в обычной жизни и поскольку он еще работает и от газа то можно спокойно его оставить работающим на несколько дней не переживать что сядут аккумуляторы он потребляет всего лишь 150 миллилитров газа в сутки то есть ну представьте обычно там есть что значит надолго на месяц на месяц одного баллона хватит чтобы все время был холодильник работал на полный если говорить вообще про то где у нас хранится всякая кухонная утварь и посуда у нас есть места хранения здесь и есть места хранения наверху вот эти полочки мы сделали специально не очень большими потому что не хотелось биться головой об них и как мы говорили уже до этого мы когда придумывали дизайн фургона мы хотели что было много места поэтому у нас коридор тоже достаточно нетипично широкий для венлайферов у нас здесь около 70 сантиметров и эти полочки вот как я сказала они практически незаметны отдельная гордость потому что мы разработали конкретно эту полочку сначала в 3d с моим другом и затем на чпу станке напилились я интегрировал сюда свет то есть фактически полка в собранном виде она просто подключается к электричеству и работает как автономный электродевайс потому что здесь установлены датчики и когда дверца открывается она нажимает датчик внутри загорается свет ну и да и оля уже показала встроенный свет внизу он тоже встроен именно в полку мы так много говорим про свет наверняка уже у вас есть вопросы откуда он нас берется да потому что действительно света много но и источников которые дают энергию тоже много на крыше установлены три солнечные панели по 100 ватт каждая это довольно много здесь установлены аккумуляторы и также когда машина едет то они тоже заряжаются а если мы например приедем в какое-то место кемпинг или кому-нибудь на дачу мы можем бросить электричество и заряжать наши аккумуляторы просто от 220 обычной розетки да и все будет работать от внешнего источника энергии но на самом деле на практике за все эти месяцы путешествий мы ни разу не были в кемпинге нам хватает нас реально полную автономность есть несмотря на то что и ноуты используем и всякуда такое да а в целом наши солнечные панели работают даже в паспортную погоду поэтому в россии живут в этой широте их достаточно для того чтобы заряжался аккумулятор но если у вас друг будут какие-то вопросы обязательно задавайте их комментариях мы обязательно на них ответим да и кухня невозможно без раковины раковина здесь обычно как ставится в обычных домах то есть потому что зачастую в домах на колесах ставят такие компактные супер маленькие которые ничего не помещается мы хотели большую полноценную раковину и нормальный смеситель соответственно здесь у нас и холодная и горячая вода а это раковина используется также как и еще там почистить зубы и для каких-то косметологических действий и вот у нас первом ящике много всякой разной косметики расчески и ну собственно для этого используется большой первый ящик и все остальное на заняты тоже какой-то бокале и кухонными вещами а здесь под раковины у нас установлена отопитель газовый водонагреватель и гидрокомпенсатор то есть системы связанные с нагревом и хранением воды и обогревом помещения потому что сам обогреватель работает на газе и когда прохладно мы его включаем и с помощью него обогревается весь салон до когда зимой мы путешественные фургоне были температурном режиме около нуля нам хватало газа где-то на неделю ну такого практически беспрерывного использования сейчас мы хотим установить еще один второй отопитель который будет работать от дизеля и с ним будет удобнее в том смысле что он будет подключен сразу к баку и если у тебя есть дизель то у тебя есть обогреватель а газовая станем таким резервным для холодного холодного путешествия в холодное время здесь у нас главный пульт установлен на сделан он с помощью чпу из термоясеня то есть сначала мы нарисовали эту 3d модельку потом и и выпилили и установили туда заказаны диммеры и выключатели то здесь включается верхний свет свет в задней зоне и вентилятор но вообще-таки выключатели у нас по всему фургону вот можно увидеть здесь еще один это свет для той зоны про который мы расскажем чуть позже и на входе и может вы уже обратили внимание тоже такой же выключатель а и поскольку верхний ящик мы делали тоже с помощью чпу то есть сначала нарисовали на 3d с этой стороны мы смогли сделать ровно такой же просто покороче нам придется на минутку прерваться потому что у нас настало время обеда и в общем мы решили приготовить перекусить а пока этот возник вопрос насколько безопасно такому фургоне жить находиться в смысле того что вот у нас есть отопление на газе и мы используем газ насколько серёжа безопасно абсолютно безопасно потому что во первых можно установить датчики утечки которые будут автоматически перекрывать баллоны это все копейки никаких проблем мы это делаем во вторых в принципе можно даже без газа обойтись наверное для каждого свое кто-то выбирает газ и ему это окей кто-то выбирает электричество но в плане безопасности можно предусмотреть и то и другое может сделать небезопасным это точно и и безопасно в том числе естественно на самом деле на этой кухне мы готовим уже шесть месяцев по три раза в день и видите да стена ничем отдельно не закрыта неким фартуком это просто натуральное дерево и все в общем-то в отличном состоянии просто время от времени надо ее протирать и все будет классно поскольку мы действительно живем фургоне часто очень-очень продолжительные периоды по несколько месяцев то в общем то здесь нельзя относиться к еде как какому-то перекусу что не перехватить как это бывает коротких путешествиях и на самом деле нам это и не приходится делать полноценно готовим а во всем остальном вообще никаких отличий от обыкновенного дома я вот как любил готовить и много готовил в любом другом месте так и здесь делают вообще никаких ограничений in my room это marketplace красивой мебели заказывайте тысячи товаров с доставкой в любой город а пока смотрите наше новое видео и вдохновляйтесь на переделки двигаемся в эту зону у нас здесь большой стол мы его используем как обеденную зону иногда обедаем и в гостиной но самое основное назначение это работать потому что мы оба работаем много за компьютером и нам нужно место что можно было писать и ставить наши все девайсы он по длине около 70 сантиметров даже ойси паши и по ширине 70 а по длине около 120 то есть реально гигантский стол особенно учитывая что это фургон и действительно здесь очень классно работать то что сидишь с классным видом и при этом очень удобно а вот еще вот эти коричневые вставки с двух сторон это на самом деле окна и они так закрывается открывается когда работы мы их закрываем и соответственно на ночь тоже и благодаря этим шторкам мы можем обеспечить blackout в нашем фургоне а сюда мы вешаем обычно шторку ну и вообще чтобы было понятно изначально полностью фургон был металлический и вот эти все окна мы врезали здесь стоят штатные окна которые предназначены для этого автомобиля а вот эти два окна и вот этот люк мы делали на заказ на стекольной фабрике и сами уже врезали но при этом все эти стекла сделаны по специальной автомобильной технологии они безопасны и там случае чего все будет хорошо этот стол съемный во первых это нужно для того чтобы добраться в технические отсеки которые мы сейчас пойдем их быстро не очень получается не смотри получилось то есть стол можно убрать ножку открутить этой части у нас вода здесь установлен бак на 100 литров и собрана вся коммуникация по воде здесь у нас есть насос реле давления и разные хитрые коммуникации чтобы заправлять этот бак или пользоваться водой на улице да мы сделали на самом деле несколько режимов тут вот поэтому несколько переключателей чтобы можно было заряжаться в разных жизненных ситуациях например вы подъехали к реке и можно было выкачать воду из реки или наоборот вы подъехали куда-нибудь здесь водопровод и вы там втыкаете шланг и заправились по-другому но это уже такие технические нюансы возможно это не так интересно из красивенького мы вот сделали такие надписи на этих заглушках какие-то слова которые для нас имеют значение то есть adventures это приключение симплисити простота вот и с этой стороны у нас еще есть немного места свободного и также шланги как разки для того чтобы заправляться как я сказала в разных условиях с этой стороны у нас электро отделение и место для хранения тут электричество соответственно здесь контроллер солнечных батарей инвертор и зарядное устройство которое дело 220 вольт и из 220 вольт заряжает аккумуляторы снизу установлен аккумулятор и разные его рода всякие предохранители автоматы и прочие истории которые обеспечивают нам безопасность а с этой стороны у нас багажный отсек здесь сейчас стоит газовый баллон и всякая химия по машине в общем всякий скарм ну и самое главное это же кровать да как нам превращается кровать вот этот стол кладется пока это уберу сюда на самом деле это убирается туда дверям стол кладется середину и сверху кладутся подушки и получается полноценная кровать да вообще это обычный матрас который нарезан на куски и из того что он достаточно плотно они прилегают друг другу когда ты лежишь это не чувствуется и можно отлично спать вот так ну и когда особенно лень или не или не нужно работать мы на самом деле не собираем эту кровать бывает так что несколько дней она тут собрана и при этом сесть можно в гостиной с маленьким столиком и там поесть или поработать без всяких проблем и не забывайте подписываться на канал in my room tv и ставьте колокольчик чтобы не пропустить новые видео классные ребята бомбят классный контент вот это наша спальня может так назвать рабочие вот это ящики у нас тут хранится одежда простите у меня немного беспорядок но вообще лучшие дни тут все прилично тут горит свет и здесь сохранится повседневная одежда которую очень легко достать и ну и собственно теперь осталось последний наш самый сверх секретный раздел пойдемте это душ у нас был вопрос дали делать больше душ либо сделать шире коридор мы решили что в душ ты ходишь один раз день а по коридору ты ходишь регулярно поэтому душ у нас такого размера чтобы оставить широким коридором здесь у нас есть портативный туалет это стандартный порта поте которые наверняка многие из вас знают он используется на дачах и и мы его так же решили использовать здесь иногда в таких домах на колесах ставят более сложные туалетные системы но мы решили что наш вариант конкретно вот этот каждый вечер когда-то каждый вечер когда там я принимаю душ я могу вытащить этот туалет и принимать душ во всем этом пространстве либо можно спокойно там сполоснуть ноги вот на на этом пятачке этого достаточно сейчас покажу как это может быть без туалета тоже может быть кто-то ну интересно почему у нас загибается дверцы как раз таки чтобы вытащить туалет у нас очень узкий душ и если бы мы не сделали такого род дверцы мы бы его просто не смогли физически вытащить вот поэтому тут много на самом деле каких-то инженерных разработок которые мы придумали сейчас уберу стол здесь он не очень тяжелый так и вот я уже в душе так полотенце пока вытащу сюда слив там сделан внизу и под под днищем у нас сделан серый бак серый бак у нас на 70 литров этого достаточно чтобы находиться в ком-то городе несколько дней и чтоб вся вода уходила в этот серый бак она уходит туда и из душа и из кухни периодически мы ее сливаем в канализационные трубы либо если мы там какие-то места где это можно сделать например в италии было очень много мест где-то подъезжаешь специально сливаешь серый бак мы это делаем тут у нас есть лейка у нас работает и горячий холодная вода просто так включаешь воду и она работает течет и можно мыться помогать сам музыкально это музыкально среди на колесах да на самом деле шутки в сторону это серьезно очень это место для хранения здесь можно что-нибудь хранить это тоже место для хранения и это но самое интересное здесь доступ в технические отсеки опа соответственно здесь хранится шланг и кабель для подключения электричества сейчас я покажу собственно где это подключается а с другой стороны есть отдельный доступ в багажный отсек и к газовому баллону то есть можно и сверху туда залезть и сбоку и кстати здесь у нас установлена розетка 220 вольт и и избежки для зарядки телефонов и ноутбуков хочу искать про этот столик он здорово прижился в этом фургоне с момента стройки и проехал с нами уже 50 тысяч километров его очень удобно использовать так как он такой компактный вообще не забывайте пользоваться marketplace in my room там вы можете найти много разных поставщиков и разной мебели но вам все может приехать одной доставкой мы хотели сделать так чтобы снаружи наша машина была не очень похожа на кемперы это очень здорово и не привлекает лишнего внимания и поэтому мы не делали отдельных отверстий для того чтобы подключать туда воду и электричество как это часто делают в кемперах вот мы сделали скрытую установку и воды и электричество по днищам это находится здесь вот здесь мы втыкаем шланг оп и соответственно можно дальше подключиться к к садовому крану или закинуть его в реку и залить наши баки и и то же самое про электричество здесь у нас располагается разъем подключаемся втыкаемся в розетку и вперед можем заряжать наши аккумуляторы единственное что у нас видно это вот это наклепка она необходима потому что за ней находятся выхлопы двух девайсов первый этап обогреватель газовый да и у него есть выхлоп отработавших газов на улицу и водонагреватель он тоже газовый и здесь находятся их ну выхлопы как я сказала и мы сделали такой элемент чтобы во первых их было незаметно во вторых что туда не задувал ветер под всем днищем у нас располагается серый бак который мы сделали из канализационных труб соединив их в такую в такой радиатор в такую решетку и в этом месте у нас располагается слив то есть можно здесь открутить крышку и отсюда сливается серая вода сейчас он пустой но например в нашем фургоне мы сделали такую систему но уже в последующих фургонах которые мы строим такие сливы мы делаем либо электрические либо удобно механически открывающиеся то есть уже ничего откручивать не нужно да все лучше и лучше делаем откручивать обращайтесь к нам в бюро спасибо большое что побывали с нами на нашем вентуре посмотрели на наш фургон позволили поделиться этой радостью ну а что остается следите за нами в соцсетях подписывайтесь и обращайтесь к нам если вам нужен фургон венбюро счастливо поехали дальше сейчас бобик к нам залезет хрустнуло хрустнуло